В эфире информационная программа события. Здравствуйте, в студии Игорь Зиганшина. Как сделать город красивым и благоустроенным, знают жители микрорайона Политехнический, расположенного в Октябрьском районе Самары. Активная жизненная позиция горожан и помощь властей вывели этот микрорайон в лидеры по благоустройству. Хотя проблемные участки еще есть, но и над этим люди работают вместе с общественным советом. Предложения, планы и пути реализации новых идей стали темой встречи проекта на связи с губернатором. Жителям микрорайона Политехнический есть чем гордиться. Здесь множество благоустроенных скверов. Не так давно преобразился Яблоневый сквер на Полевой, сквер Политехнический. Полностью благоустроили проспект Ленина. Во многих дворах установлены детские и спортивные площадки. Очень многое сделано. Я живу в бульвар, по Осипенко. Вы знаете, мы ходим каждый день и радуемся. Очень красиво. Высадили деливию, привели в порядок. Правда, одна сторона пока еще. Я довольна. Довольна дорогой, которую мастили у нас по Новосадово и по Ленину. Столь радужная картина – результат активности самих жителей, которые не сидят сложа руки, а делают все возможное, чтобы микрорайон стал лучшим. К тому же здесь действует программа государственно-частного партнерства. И крупные предприятия участвуют в благоустройстве скверов и бульваров. Микрорайон Политехнический является, по сути, самым благоустроенным микрорайоном города Самары. И во многом это произошло не потому, что сюда вкладывались какие-то колоссальные предчетные средства, а потому что жители очень активно ведут себя. Многие ТСЖ хорошо благоустраивали свои дома и благоустраивали дворы. Теперь для полного счастья не хватает парковок. Об этом жители и общественный совет микрорайона говорили на встрече проекта на связи с губернатором. Многие автолюбители ставят свои машины на территории газонов. После непогоды, после дождей вся эта грязь выносится на тротуар. И тут многое в руках жителей. От их решения зависит, сделать вместо газонов дополнительные парковочные места или поставить вокруг газона ограждение. Реализовать решение поможет общественный совет микрорайона. В него вошли жители, которые участвовали в благоустройстве ранее. Поэтому в активную работу включились с первых дней создания совета. И уже знают, на что обратить особое внимание. Например, спуск по улице Первомайской, лестничный спуск, который должен быть все-таки удобным для детей и по их безопасности. Впереди у нас пляжный сезон. Поэтому все-таки я думаю, что многие с маленькими детьми будут как-то проходить вот этот промежуток пути. И хотелось бы, чтобы он был, конечно, благоустроен. Микрорайон – политехнический яркий пример слаженной работы жителей и представителей власти. Каждое предложение активно горожан услышано и включено в план работ. Будь то создание общедоступной спортивной площадки или же полив газонов. Марина Кравцова, Станислав Левин, События. Более тысячи представителей малого и среднего бизнеса приняли участие в ежегодном региональном форуме «Линия успеха», который проходит в Самаре уже третий год подряд. По традиции, он приурочен ко Дню российского предпринимательства. По количеству субъектов малого бизнеса наш регион занимает второе место и входит в число ведущих по уровню развития предпринимательства в России. Современные предприниматели, как выяснилось, мастера на все руки. Александр Яшин любимым делом занимается уже восемь лет. Вместе с коллегами по цеху из металла и дерева он создает произведения искусства. Скамейки, стулья и даже урны для мусора, место которым порой в музее. Подобной утварью признается, хотел бы украсить Самарские улицы. По словам предпринимателя, спрос есть и бизнес процветает. Но без трудностей не обходится ни в одном деле, особенно если ты руководитель. Как предприниматель, официально работающий, я молодой. И у меня много было вопросов, допустим, про бухгалтерию, как вести правильно свой бизнес. Много помощи, много информации, которую иной раз трудно найти даже в интернете, не зная об этом. Здесь напрямую можно задать вопросы и получить адекватные ответы. Ежегодный региональный форум «Линия успеха» в этом году собрал более тысячи представителей малого и среднего бизнеса. По оценке специалистов, именно этот сектор – одна из важнейших составных частей экономики Самарской области. В прошлом году, за его счет, занятость населения выросла более чем на 2%. За шесть месяцев было создано порядка шести тысяч новых рабочих мест. Впрочем, этого удалось добиться и с помощью программ господдержки малого бизнеса, которые действуют в области уже несколько лет. Без активных, предприимчивых, как уже здесь было сказано, смелых, упорных, настойчивых людей, конечно, наше общество конкурентоспособным быть не может, так же, как в итоге и страна. И поэтому исключительно важно, чтобы этот слой людей у нас постоянно пополнялся, желающих идти в бизнес росло. По количеству субъектов малого бизнеса Самарский регион занимает второе место и входит в число ведущих по уровню развития предпринимательства в России. В ходе форума участники смогли задать специалистам все интересующие вопросы в сфере бизнеса и даже получить мастер-класс от ведущих российских бизнес-тренеров. Павел Бимаков, Станислав Левин. События. Тем временем завершается проверка детских оздоровительных лагерей Самарской области. Грубых нарушений не выявлено. К 1 июня они должны быть полностью готовы к приему гостей. О санитарном состоянии и медицинском аспекте детского отдыха расскажет Мариана Мирная. От грызунов и клещей территории обработали, воду проверили, кухонное оборудование закупили, медицинские кабинеты отремонтировали. Детские оздоровительные лагеря Самарской области к приему детей готовы. Родителям, собирая свое чадо в лагерь, необходимо не только положить зубную щетку и полотенцем, но и не забыть о прививках. Сегодня многие принципиально не делают прививки детям и лагеря в отдыхе таким ребятам отказать не могут. Но иногда это приводит к тому, что ребенок заболевает и оказывается изолирован от коллектива. Мы живем в обществе, которое не всегда эпидемиологически благополучно. У нас есть заболевания, ну как корь, как полиомиелит, которые в общем не побеждены окончательно. И ситуация может складываться любая. В этом году на территории региона будут работать 745 лагерей, 686 из них дневного пребывания, 59 загородных. Список расширился за счет санаториев, где дети могут не только отдыхать, но и получить медицинские процедуры. Большинство родителей за смену придется заплатить от 30 до 40 процентов от стоимости путевки. Бесплатные путевки предоставят детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и сиротам. Некоторым школьникам повезло отправится за тысячи километров. В этом году помимо отдыха детей на территории Самарской области будет организован отдых детей, планируется в Республике Крым. Планируем направить 300 детей в оздоровительный лагерь. И на Черноморском побережье Краснодарского края 590 детей. Планируется, что отдых и в Республике Крым, и на Черноморском побережье Краснодарского края будет в августе текущего года. Всего за летний сезон в Самарской области отдохнет и оздоровится больше 100 тысяч детей от 6 до 18 лет. Бронирование еще не закрыто и освободившиеся путевки можно выкупить. Важное условие – не забыть обратиться в центр семья по месту жительства за уведомлением о подтверждении оплаты родительского взноса, чтобы ребенок точно отправился в лагерь. Мариана Мирная, Сергей Баскин, События. Ветераны команды Крыли Советов посетили строительную площадку стадиона «Космос-арена». Сейчас на стройке работают 50 спецмашин, 3 автокрана, 9 башенных кранов, 2 бетоносмесительные установки. Строительство крупного спортивного объекта планируется завершить до конца 2017 года. Какие впечатления остались у футболистов от стадиона будущего, расскажет Ларис Шалафаст. Именно на этом участке в будущем появится большое футбольное поле. Строители проводят экскурсию для ветеранов команды Крыли Советов. Рассказывают, тут все буквально пропитано футбольным духом. Даже рабочие в свободное время устраивают товарищеские матчи. Ветераны остались под впечатлением от масштаба будущего спортивного объекта. Впечатление огромное. Такое строительство за такой короткий срок. Я думаю, что к 2017 году здесь все будет нормально. И чемпионат 2018 года пройдет на прекрасном стадионе. Сейчас на стройке продолжается заливка бетонного основания. Всего потребуется залить 110 тысяч кубов. На объекте работают 750 человек и 50 единиц техники. Полностью бетонная плита будет готова к середине августа. Затем начнут возводить стены. В график укладываются. У нас, в принципе, фундаментная плита. Это сектор А. Здесь уже фундаментная плита готова у нас. То есть мы уже готовы приступить к перекрытиям колоннов второго этажа. Тут будет административное здание, тренерские. Там все комнаты для игроков и для тренерского состава. Ветераны команды Крылья Советов подарили строителям на память раритетное фото, на котором изображен состав команды 1961 года. Тогда Самарские Крылья стали чемпионами России. Ветераны надеются, что фото принесет удачу как строителям, так и футболистам, которые потом будут играть на этом стадионе. Лариса Шлафаст, Павел Пресняков, События. Ветераны Великой Отечественной совершили путешествие по Волге. На пути из Волгограда туристы сделали остановку. В Саратове прогулялись по городу, посетили Парк Победы, возложили цветы к вечному огню, почтили память павших в боях. О том, как жил прифронтовой город, расскажет Алина Чемерес. В Сталинград придем с бомбежкой, а до Саратова с гармошкой. Такие листовки в 1942 году раскидывали немцев в Сталинграде. Свой крах в городе Герои они напрямую связывали с саратовской поддержкой. Между двумя населенными пунктами, по аналогии с Ленинградом, пролегала Дорога жизни, по которой шло сообщение с осажденным городом. Именно здесь, в Саратовской области, родились легендарный летчик Виктор Тололихин и командир знаменитых ночных ведьм Марина Роскова. В память о погибших героях в Саратовском парке Победы в 80-е возвели памятник журавли. На территории мемориального комплекса, площадью 80 гектаров, музей под открытым небом. Примечательно, что все экспонаты не макеты, а машины, прошедшие войну. Самоходная артиллерийская установка ИСУ-152. Эта машина воевала на фронтах Великой Отечественной с 1943 года. Побывала в Берлине и Кенигсберге, где отлично проявила себя при прорыве немецкой обороны. К журавлям самарские ветераны поднимались по лестнице, на которой отмечены места, где велись самые важные сражения. Владимир Николаевич Квартальнов впервые смотрит на Саратов с высоты птичьего полета. Война отняла у него детство. В 41-м ему было 5 лет. Тогда же потерял отца. В августе он погиб на фронте. Он отбыл на фронт и под Орлом погиб. Бои тяжелые были, отступление, враг напирал. Ну, несколько писем с фронта мы получили все-таки. О чем были эти письма? Ну, письма о боях. Ну, письма были бодрые. Значит, он поддерживал. Каждого в парк на Соколовой горе привела своя история. Федор Алексеевич Глухих прошел всю войну, закончил ее в боях с бандеровцами на Западной Украине. Участвовал в параде 7 ноября 41-го года на Красной площади, откуда сразу отправился защищать столицу. В 44-м освобождал Белоруссию. Вспоминает, самые тяжелые бои вел на белорусской земле в 45-м, когда необходимо было уничтожить немецких диверсантов. Мы, в общем, залегали. По-пластунски пытались взять группу немецких диверсантов, чтобы никто не ушел, чтобы никто не поднялся. Бои шли до тех пор, пока не были уничтожены все диверсанты в группе. Так вот, за лето мы потеряли из 330 человек на нашем батальоне, у нас осталось 37 человек. На Саратовской земле гости из Самары возложили цветы к вечному огню и почтили память погибших героев минутой молчания. Алина Чемерис, Павел Пресняков, События. Дань памяти героям отдали и самарские школьники. В столице региона прошел итоговый концерт в фестивале детского творчества «Мы – наследники Победы». Его участниками стали более 100 воспитанников детских садов и дошкольных отделений Куйбышевского района Самары. Военные гимнастерки и платья в горошек – движение отточенное. К этому фестивалю десятки мальчишек и девчонок готовились с особым трепетом. В этом году он посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Они замечательно все понимают, все пропускают через свою маленькую душу. Там музыка звучит, а дети поют. Это здорово, это значит, что говорит о том, что в садах работают в этом направлении. Патриотическое воспитание – это основа основ. О патриотизме дошколятам рассказывали как родители, так и воспитатели. Подготовка к фестивалю проходила в игровой форме. В итоге, благодаря совместным стараниям, удалось поставить полноценный концерт. Кто-то читал стихи, кто-то пел песни, а кто-то на несколько минут почувствовал себя пилотом. Танец учил. Какой? Перелетные птицы. Танцевали с девочками. Хорошо. Фестиваль детского творчества среди воспитанников детских садов и дошкольных групп в Кубишевском районе проводится уже шестой год подряд. В этот раз участие в нем приняли более ста ребят из 17 дошкольных учреждений. Очень многие родители, папы и мамы являются военнослужащими в Кубишевском районе. И поэтому эта тема для них очень близка. Это, конечно, сближает и старшее поколение, и молодое. Поэтому школа, детский сад становится центром вселенной Кубишевского района. Старания ребят оценили и те, кому в этом году был посвящен весь фестиваль. Те, кому в годы Великой Отечественной войны было столько же лет. Ада Коптьева провела свое детство в блокадном Ленинграде. Было очень страшно. Ведь самое страшное во время блокады – это была зима 1941-1942 года. Самой низкой была норма хлеба. Нам давали 125 грамм хлеба на день. А сегодня вот дети замечательные, живут в таких замечательных условиях. Вот мы благодарны даже всем воспитателям, вот этому садику, который подготовил такую чудесную программу. Вот мы сидим у нас слезы на глазах. Участникам фестиваля детского творчества вручили подарки. И они, окрыленные успехом, уже задумались над новой концертной программой. Павел Баймаков, Дмитрий Мешканцов. События. У журналистики преимущественно женское лицо. В Самарской городской думе подвели итоги конкурса для СМИ. Участницами оказались только девушки, талантливые и креативные. Телеканал «Самаргиз» тоже отличился. Взяли сразу три приза. Наш корреспондент и лауреат конкурса «Мариана Мирная» с церемонии награждения. «Самаргиз» «Мариана Викторовна Мирная» за работу. Нелиповая аллея, посвященная участию депутатов и сотрудников аппарата Думы в субботнике. Призы за работу. В третий раз председатель Самарской городской думы Александр Фетисов награждал представителей средств массовой информации за статьи и сюжеты о деятельности Думы и депутатов. Телеканал «Самаргиз» представил себя достойно. Несколько материалов, отправленных на конкурс, удостоились призов. Не случайно вас называют четвертой властью. Мы только в ходе реформы планируем, что будут избранники и общественные советы между властью и населением. А вы уже находитесь между властью и населением. И от того, насколько объективно и талантливо вами освещаются все стороны, в том числе нашей скромной деятельности, зависит и уровень информированности наших людей. Всего на конкурс было подано 33 работы за призовые места. В итоге боролись шесть лучших представителей СМИ. Статьи и телевизионные сюжеты на разные темы развития территорий, на творческой волне, о деятельности депутатов. Разнообразный перечень работ вызвал неподдельный интерес у законодательной власти. На телеканале «Самарагиз» поощрению удостоились также корреспондент Алина Чемерис и редактор художественного вещания Инесса Панченко. Инночка Панченко – очень замечательный сюжет. Как всегда, с душой, с теплотой какой-то, очень нежный. Это все твои работы отличало всегда. С удовольствием посмотрела. Примечательно, что в этом году у журналистики женское лицо. Все участники – представительницы прекрасного пола. Конкурс для СМИ, разумеется, продолжится. Жюри призвала кулпера среди мужчин быть активнее и тоже бороться за награды. Мариана Мирная, Сергей Баскин. События. Полный архив передачи на самарагиз.ру. Следуйте за нами в Твиттер, читайте нас в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук. Всего доброго и до встречи. Здравствуйте. Финансовые новости на телеканале «Самара ГИС». 26 мая Центробанк России ограничил действие лицензии компании «Росгосстрах» на осуществление страхования по ОСАГО. Такое решение регулятор принял в связи с неисполнением обществом в установленный срок предписаний Банка России. По данным Центробанка, «Росгосстрах» допустил массовые нарушения законодательства России по ОСАГО. В частности, не предоставлял автовладельцам законной скидки за безубыточность, необоснованно отказывал в заключении договора ОСАГО, навязывал дополнительные услуги. Центробанк отмечает, что ограничение действия лицензии страховщика означает запрет на заключение договоров ОСАГО и внесение изменений в действующие договоры, влекущие увеличение обязательств. «Страховая организация обязана принимать заявление о наступлении страховых случаев и исполнять обязательства по ранее заключенным договорам ОСАГО». Ну, достукался «Росгосстрах». Собственно, о качестве работы этой компании наслышаны все, а многие даже на себе испытали. Банк России надеется, что внешние обстоятельства и инфляционные ожидания позволят продолжать снижать ключевую процентную ставку. Отмечается, что снижение ставки с начала 2015 года несколько улучшило условия кредитования. Возможно, что удастся и дальше снижать ставку, и предприятия, столкнувшиеся с проблемами в кредитовании, не успеют разориться. Какая трогательная забота. Число российских туристов в Греции и, соответственно, количество средств, принесенных ими в казну, падает. Причем снижение очень серьезное. Доходы от российских туристов упали на 73,2% и составили всего 5 миллионов евро. В целом доходы от туризма в Греции достигли 532 миллионов евро, увеличившись на 12,8%. Что интересно, снижение также характерно для туристов из еврозоны. Вот. А нечего было ноль на Евровидении ставить. Российский фондовый рынок открылся в зеленой зоне. Индекс ММВБ вырос до отметки 1653 пункта. Среди лидеров роста бумаги Солерса, АФК «Система», Уралкалия, аптечные сети 36,6, ВТБ, Распадской, Русгидро и Интеррау. Лидеры падения – акции ТГК-1, ФСК ЕС, Мегафон, Россетей, Мечила, Мостотреста и Полюс Золото. Торги на российском рынке стартовали на фоне негативного закрытия биржевых площадок в Европе и США. На азиатских площадках единой динамики не наблюдается. Курс доллара на 27 мая – 50,32 рубля, курс евро – 54,84 рубля. Золото стоит 1931 рубль за грамм, серебро стоит 27,16 рубля за грамм. Цена нефти марки Brent – 64 доллара, 22 цента за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Самарцы – лучшие в стране по горному бегу. Тольяттинская спортсменка – третья на первенстве России по плаванию. Пляжные крылья советов продолжают побеждать в чемпионате страны. Крылья советов добились очередного успеха в чемпионате России по пляжному футболу. На этот раз самарская команда в упорной борьбе обыграла «Динамо» со счетом 4-3. Судьбу матча решил в концовке Игорь Брештель, в итоге оформив хет-трик. Еще один гол на счету Дуарта Филиппа. Хотя в середине встречи вперед вырвались полицейские, но профсоюзы авиаторов сумели наладить игру и вырвать победу. В Волгограде финишировало первенство России по плаванию среди юношей и девушек. Полтысячи юных спортсменов пытались обогнать самарских атлетов. В результате интересной борьбы итальятинка Виктория Сазонова завоевала бронзовую медаль. На 100-метровке брасом. Результат – 1 минута 12 секунд. От серебра Маргариты Дрямина из Удмуртии ее отделили в 18 сотых. До чемпионского титула калужанки Екатерины Михайловой Сазоновой не хватило всего лишь одной секунды. В Ярославле прошел лично командный чемпионат страны по горному бегу вверх и вниз. За медали бегали более 50 атлетов, 6,12 километров с перепадом высот почти 200 метров. В командном зачете женская сборная Самарской области заняла первое место, обогнав Ярославль и Москву. Мужчины на втором месте. В личном зачете Екатерина Муленко стала чемпионкой России. Серебряные медали у Надежды Леонтьевой и Эдуарда Жигунова. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok